Рейтер, да? Да. Здравствуйте. Скажите, как Вы можете прокомментировать последние заявления пресс-секретаря украинского СНБО Андрея Лысенко, который заявил о том, что, во-первых, в боевых действиях в районе Донецкого аэропорта принимают участие российские спецподразделения, а также, что очередной гуманитарный конвой, который с территории России прибыл, является прикрытием для поставок оружия сепаратистам. Еще второй вопрос. ОБСЕ заявило, что Киев и представители ЛНР договорились о прекращении огня с 5 декабря. Как Вы в связи с этим оцениваете шансы на эскалацию? Насколько это вселяет оптимизм? Ну, по первому вопросу, господин Лысенко всегда отличался такими броскими заявлениями, под которые никакой фактурной базы никогда и не было. Ну, кстати говоря, Вам, как журналистам, стоило бы обратить внимание на работу российских коллег, в том числе и в районе Донецкого аэропорта, и посмотреть, кто там реально воюет. Картинка с места – это самое лучшее подтверждение того, что там происходит, а не заявление чиновников. Что касается второго Вашего вопроса, я тоже обратил внимание на, в том числе и специальный короткий доклад специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о достижении этих договоренностей. У меня, если честно, официального подтверждения таких договоренностей пока нет. Но я хочу сказать, что если это на самом деле произошло, а судя по всему, речь идёт о важных договоренностях между военными в рамках созданного так называемого механизма контроля и верификации между Украиной, Донецком и Луганском при содействии российской страны, то это очень важный шаг с точки зрения деэскалации противостояния и реальный шаг к выполнению минских договоренностей, особенно меморандума от 19 сентября нынешнего года, где стороны обязались отвести, во-первых, прекратить всё вооружённое противостояние и отвести на соответствующее удаление тяжёлые вооружения и систему залпового огня. Если это так, то можем констатировать, что появляется реальный шанс на пути деэскалации напряжённости на юго-востоке Украины. Но мы будем подтверждать эту договорённость. Я думаю, что по мере поступления более объёмной информации и точности мы прокомментируем в особом порядке. Спасибо за вопрос.